Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Безвременная кончина Однажды мы непременно встретимся Расстались мы, но не навсегда Однажды мы непременно встретимся Элбет бери гюн Болучаца Мне приснился дурной сон Успокойся 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 Мама Родная Мама Тише, тише, тише Тише, все хорошо Все тише, тише Мама Все прошло Мама 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 Тише, тише, тише Помоги мне, помоги Мама Сожми руку, сожми руку 떠나 Мама Тише, тише 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 Вкинь Не говорит, не шевелится. Совсем. Дядя, у тебя будет ко мне просьба? Я не могу сидеть сложа руки, надо что-то делать. А зад плохо. Ей снова вкололи снотворное. По-другому она не успокаивается. Дядя! Где езель? Я не могу тебя оставить. Что? Впервые на твоих глазах умер человек. Мы так долго давали показания. Ты в порядке? До чего я тебя довел? Ты ни в чем не виноват. Я сейчас пойду к дяде. Переступив порог, я стану другим человеком. Мне придется. Ради дяди. Ради Али, который не знает, что делать. Ради Азад. Ради Сальмыханым. Хорошо. Я столько всего наговорил тебе. А тут еще такое. Тебе пришлось оказаться под пулями. И сейчас я ухожу. Я могу что-нибудь для тебя сделать. Эзель. Иди. В мыслях я всегда с тобой. Теперь я о тебе буду заботиться. Иди. Попроси кого-нибудь отвезти меня домой. Я буду ждать тебя там. Я с тобой. Сейчас я с тобой. Али, стой! Отстань. Хватит. Довольно. Хватит, хватит, хватит. Пожалуйста. Эзель, помоги. Али, не остановить. Дядя как воды в рот набрал. Азад усыпили. Что мне делать? Что? Успокойся, Тефо. Иди-ка, Азад. Если проснется, сообщай. Хватит. Али. Хватит, хватит. Али, успокойся. Возьми себя в руки. Твоя жена потеряла мать. Зачем мне сейчас? Успокойся и возьми себя в руки. Не надо нервничать и психовать. Эти люди сегодня потеряли самого любимого человека. Вспомни, каково это. Успокойся и вспомни. Вспомни. Успокойся. Успокойся. Все в порядке. Я всем займусь и все улажу. Ты мне поможешь. Ради жены. Слышишь меня? Понял? Охрана будет дежурить. На улицу никому не выходить. Ты будешь сазад. Я займусь дядей. Сегодня всех успокоим. Настанет завтра. И потом... Да, Али. Потом мы с тобой вступим на тропу войны. Хорошо? Я пришел, дядя. Пришел к тебе. Я залечу твою рану. Азель. Задохнешься. Что я такого сказала? Джингис, ты должен чаще с нами завтракать. Эйшан такая веселая по утрам. Хотя это вряд ли возможно. У тебя ведь столько дел. Ты не успеваешь ничего. Ты меня обижаешь. Все дела поручаешь Джингизу. А мне что делать? Весь день проводить перед телевизором? Ты... Ты сейчас упрекнула меня или работу попросила? Я не понимаю, к чему это ты? А? Джингиза спроси. Он понимает. Джингиз занялся яхтовым туризмом. Поэтому он так занят, понимаешь? Хорошо. Я для тебя что-нибудь придумаю и куплю новый телевизор. Могу и DVD подарить. Субтитры создавал DimaTorzok Что с ним? Семейные проблемы. Забудь о нем. Лучше повесели меня тоже. Рассмеши своими шутками. Помолимся. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Кто это такие, Али? Поклонники твоей мамы. Друзья. Мама. Мамочка. Мамочка. Что мне без тебя делать? Кто позаботится обо мне? Кто позаботится обо мне? У меня будет ребенок. Как я позабочусь о нем одна? Кто обо мне позаботится? Мама. Мама. Мама, ты не ушла. Ты не ушла. Не ушла. Не ушла. Мама, ты не могла уйти. Не могла. Папа. 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 Это ведь неправда. Это не на самом деле. Мама не могла умереть. Правда? Верни. Верни мне маму. Ты тот же самый, Рамис. Ты сможешь. Верни мне маму. Скажи, что вернешь. Папа, скажи, что вернешь. Скажи это. Папа, скажи. Папа. Ты, как всегда, Сельма. Опять ты от меня сбежала. Зачем ты так? Зачем? Ну, не переживай. Не переживай. Осталось последнее дело. Я его сделаю и приду к тебе. Не переживай. Иди в машину. Холодно, заболеешь. Кенан. Дядя Рамис. Дядя, пусти. Не здесь. Пусти. Пусти. Я этого не делал. Уйди. Дядя Рамис, выслушай меня. Столько лет не убивал, с чего бы сейчас. Пусти. Не пущу, дядя, не пущу. Выслушай меня. Я не убил ее за все эти годы. Сейчас бы не стал. Я не делал этого. Будь ты проклят. Будь проклят тот день, когда я с тобой познакомился. Клянусь честью, я этого не делал. Честью? Мы похоронили нашу с тобой честь вместе с Сельмой. Ты убил ее. Сельма тоже была моей. Я не смог такого сделать. Она не была твоей. Сельма никогда не была твоей. Она тебя боялась и постоянно сбегала от тебя. Ты убил ее. Нет. Это ты убил ее. Зачем ты нас преследовал? Почему не уехал? Чтобы спасти ее от тебя. Надо было убить тебя в тот день. Надо было убить тебя и отправить к брату. Негодяй. Лжец. Довольно, паршивый пес. Довольно, лжец. Довольно, лжец. Езжай. Я этого не делал. Закрой глаза. А теперь задайся вопросом. Когда Эзель меня убьет? Довольно, лжец. Езжай. Это сделал я, Сальма. Знаю, это сделал я. Брат, пожалуйста, не зли меня. Она услышит. Я просто предлагаю тебе еще раз подумать. Ради самого же себя. Ваши отношения с Рамизом. Ты доверяешь ему? Ты уверен в нем? Уверен, я тебя спрашиваю. Завтра свадьба. О чем мне еще думать? Это самый счастливый день в моей жизни. Не порть мне настроение. Пожалуйста, угощайтесь. Приятного аппетита. Он всегда тебя любил, но признаю. Я и подумать не мог, что он тебя обольстит, Сальма. Ничего. Я тоже этого не допускала. Хочешь сказать, из этого лоботряса может получиться муж, как бы ни передумал, через пару дней. Кто? Мечтай, мечтай. То есть, любовь до гроба? У нас так. Любить так до конца. Через несколько лет я еще спрошу тебя об этом. Посмотрим, как ты заговоришь, когда появятся дети. Много детей. Я в уборную. Ты ее напугал. Появятся дети. Много детей. Я не хочу. Что ты делаешь? Я не хочу. Пусть исчезнет. Я не хочу. Не хочу. Не хочу. Ясно? Не хочу. Я не хочу. Не хочу. Не хочу. Не хочу. Я не хочу. Брат услышит. Успокойся. Забери его из меня. Забери. Пусть исчезнет. Пусть исчезнет. Я не могу. Пыталась, но не могу. Я не могу его убить. Не могу лечь на операционный стол. Я здесь, как в заточении. Словно в тюрьме. Все пройдет. Все забудется. Обещаю. Мы будем счастливы. У нас завтра свадьба. Я не хочу за тебя замуж. Не хочу одевать это платье. Я тебя ненавижу. Я ненавижу себя. Этого ребенка. Всех и все. Я хочу умереть. Я хочу умереть. Умереть. Я хочу умереть. Не плачь. Ты испортила платье. Это платье, мой саван. Если я его надену, значит я умерла. Не говори так. Я тебя не брошу. Ты привыкнешь. И полюбишь меня. Я тебя очень люблю. Сильно-сильно. Твоя любовь худшее, что случилось со мной в жизни, Кенан. Это любовь. Как вторглась в мою жизнь. Так однажды и убьет меня. Ты слышишь? Меня убьет твоя любовь. Ты меня убьешь. Ты. 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 Езжай быстрее. Значит, ты не расскажешь мне, в чем дело? Я еще не вышла замуж за Кенан Эйзель. Отвечай на мои звонки. Кому пишешь? Тебе. Эйшан. Нам надо поговорить. Перезвони. Кенан приехал. Поговорим? Меня некоторое время не будет. Уеду туда, где меня не достанут. Ни с кем из них не связывайся. Они начнут тебя искать. Уже начали. Будь осторожен. Ладно. Я все равно буду следить за Эйшан. А ты береги себя. Что? Нам надо поговорить. Нам надо поговорить. Хорошо? Хорошо, Кенан? А со мной кто-нибудь поговорит? Кенан, я тебя спрашиваю. Кенан, остановись. Держись от меня подальше. Держаться подальше? Мы же собирались. Хотели узнать друг друга лучше. Ты же мне предлагал. Кенан, если так будет продолжаться, я приду к другому выводу. К какому? Скажем, ты разлюбил меня. Скажи. И ты с этим согласен? Согласен. Не говори. Я тебя не разлюбил. Никогда не разлюблю. Тогда почему ты уезжаешь? Если останусь с тобой, они узнают, какие чувства я к тебе испытываю. Они могут забрать тебя у меня. А этого я не могу допустить. Береги себя. Вот мерзавец. Еще и на похороны приехал. И говорит, что не убивал. А кто же тогда? Кенана будем слушать или готовить план. Не надо планов. Возьмем и поедем. Ты же сказал, поедем завтра вместе. Завтра настало. Все, поехали. Он понимает, что в живых его не оставят. И ты уже явно куда-то сбежал. Так давай найдем. Найдем. Конечно, найдем, Али. Наш человек следит за его домом. После похорон Кенан выехал из дома. Наш человек, конечно, последовал за ним. Естественно, Кенан взял с собой метких стрелков. Забудь о своем человеке. Действовать будем мы. Хорошо. Я начну. Начинай. Кенан закроет особняк. Входа нет. Но выход есть. Попытаемся разговаривать охранников. И ничего не добьемся. Кенан не скажет им свое местонахождение. Маме. То. Сильно. Маме. Маме. Тогда попробуем другой способ. При таких условиях все будут рядом. Нужно узнать местонахождение Кенана. Кенан Беркан. Собрание. Отменить. К сожалению, он отменил собрание, и мы не знаем, где он. Всего хорошего. Кенан, где? Не знаю. Честно, не знаю. Проверим его связи. Поговорим с людьми, с которыми он работает и встречается. Поговорим с людьми, с которыми он работает и встречается. Поговорим с теми, с кем работают его партнеры. Полиция будет за нами следить. Они догадываются, что дядя что-то предпримет, и будут следить. Мы не должны вызывать подозрений. Но будем продолжать. Проверим все места, куда он мог поехать. Расспросим всех, кто может что-то знать. Я сказал дяде предоставить все мне. Но знаю, он и сам будет искать. Добро пожаловать. Добрый день, комиссар Сулейман. Как там поиски? Что-нибудь есть? Поиски еще идут. Только ты поосторожнее. Наши за тобой следят. Слушай, Сулейман. Мы с тобой давно знакомы. Слежки, допросы, суды. Спасибо тебе, ты мне помогал. И я тебе как мог. Мы никогда не ругались. Ведь правда? Столько лет в дружбе. Если бы что-то было, ты же мне сказал бы. Если бы я что-то нашел... Слушай, Сулейман, Сулейман. Если... Это человек из внутренних органов. Жандарм, прокурор, продавец чая, хоть кто. Говори. Главное, чтобы был связан с Кенаном. Если найдешь хоть какую-то зацепку или след, я о ней не узнаю. Все, что я узнал за столько лет. Все, что я скопил. Все, что держал в себе. Выльется наружу. Все выльется. Все. Это моя самая крупная война. Моя последняя война. И если я проиграю, проиграют все. Понимаешь? Кенан как сквозь землю провалился. И не высовывается. Сядь. Племянник. Все живое ждет смерть. Правда? Все знают ее вкус с самого начала. Когда в тебя попадает пуля, сначала приходит холод. От кончиков пальцев он распространяется по всему телу. Ты узнаешь его. Если сейчас тебя никто не спасет. придет смерть. Как сон, которого ты так долго ждал. Поэтому даже безвременная смерть знакома роду человеческому. Ты сейчас о чем, дядя? Человек, говорю, понимает, когда приходит его время. Да, единственное, что меня утешает, Сельма не испугалась. Она стояла смирно, достойно ждала последнего вдоха. Вот и я жду. Что все это значит? А вот что. Вместе с жизнью Сельмы оборвалось и мое дыхание. Но если сделаю последний вдох, так и не посмотрев Кенану в глаза, это будет... Никто не собирается делать последний вдох, дядя. Я понимаю, как тебе больно. Потому и стараюсь найти его, пока не нашел. Но я и не сдался, дядя. Я приведу его к тебе. А ты больше не заводи таких разговоров. обещаешь, что больше не будешь. Договорились? Дай слово. Даю, даю, племянник. Хоть и язык не поворачивается, но сердце знает, что делать. Нет, дядя, так не пойдет. Я вытащу Кенана из его норы и больше мы об этом говорить не будем. Я найду его. Да, Эйшан от Кенана никаких новостей. Как думаешь, это правда, что он убил Сельму? Ты в это веришь? Почему ты так расстраиваешься? Из-за того, что он убийца или из-за того, что тебе ничего не сказал? Он не мог убить Сельму. Эйшан, кем ты его считаешь? Что делает охрана в гостиной, если он ничего не сделал? Почему Кенан поспешно сбежал? Почему его так давно нет? Почему ты его защищаешь? Я не понимаю. Смотри за Джаном. Джингис может быть причастен к убийству Сельмы. Как думаешь? Он трус и на такое у него смелости не хватит. Но то, что не скажет никто, скажет Джингис Атай. Пойду первым. Добрый день. Здесь работает мой друг. Недоносок Джингис Атай. Он у себя? Господа, вы кто? Стойте. Мы с ним, с ним. А вы? Подойди. Сейчас объясню, кто я. Где здесь камера? Смотрит на нас. Отлично. Поехали. Пока я не остыл, поехали. Господин Джингис, они здесь. Они поехали вниз. Превосходный лифт. Надо чаще сюда приходить. Только я боюсь те двери, что еще внутри закрываются. А так очень хорошо. Да, красиво. Ты что? Это последние технологии. Только интересно, почему недоносок Джингис не поставил телевизор? Часто вижу. Стоят, а у него нет. Могли бы посмотреть матч Финир-Бахче-Бешикташ? Может, пойдем на стадион? Нет, ты слишком бурно выражаешь свои эмоции. Не надо. Да ладно тебе. Ну, кстати. А, да. Буду благодарен, если передадите Джингису привет от нас. Да. Всего хорошего, друзья. Ну что? Они не поднялись? Ушли? Я не ушел. Ты рад? Где Кенан? Не знаю. Говори. А что ты сделаешь? Убьешь меня? Ты ведь не сможешь. Омер. А какой же ты везучий, подонок. С самого начала с твоими близкими ничего не случалось. Каждый из нас кого-то потерял, а ты нет. Я тоже многое потерял. Ты не знаешь, Джингис, что значит, когда ты больше не увидишь человека, не прикоснешься к нему, не услышишь голос. Будешь скучать, злиться, беситься, каждый день разрываться от безысходности, придется доживать жизнь без этого человека. Ты этого не знаешь, Джингис. мне очень жаль, Сальму. Я не о ней говорю. Правда? А о ком же? Выслушай, если хочешь. Я Байшан. Ты тоже навсегда потеряешь близкого. Вот я о чем. О чем это ты говоришь? Ты что-то с ней сделал? А ты не знал? Что? Я только что с ней говорил. Что ты с ней сделал? Значит, не знаешь. Я ничего не сделал. Это Кенан. Предложил ей выйти замуж. Что ты сказал? Она замужем за мной. Верно. Кенан заберет твою жену навсегда, Джингис. Ты тоже потеряешь близкого в итоге. Ты до сих пор на стороне Кенана? Подожди. Подожди одну минуту. Этого быть не может. Он... Он что, правда сделал ей предложение? Да, Джингис. Ты так же намерен защищать его? Вот же проклятие. Мерзавец. Негодяй. Подонок. Теперь скажешь, где он. Если бы я знал, сказал бы. Не знаю. Никто не знает. Он никому не сказал. Не знаю я, Эзель. Не знаю. А так бы... Так бы с удовольствием тебе сказал. Я за тобой слежу. Езжай куда хочешь. Пусть Кенан едет куда хочет, но я его найду. Это говорит мне Эзель, а Омер. Эзель, последнее. Это бесполезная информация, но я говорил Кенану. Не надо, не убивай Сельму. Он не послушал. Не послушал. При мне позвонил Темузу и... Не задумываясь, приказал убить. Стойте, стойте. Подождите. Это он, да? А? Он? А я скажу, кто убьет тебя, Эзель. Я. Так же, как я убил старуху Рамиза. Темуз, да? Это он? Пообещай, что мы и его найдем. Я убью его. Только вы его не трогайте. Либо я убью этого Темуза, либо он меня. Договорились? Никто его не трогает, кроме меня. Никто никого не убьет, Али. Ну что, проговорился, Джингис? Сейчас я ему такое выпишу. Подожди, Али, успокойся. Он не знает, где Кенан. Иначе сказал бы, я уверен. И что будем делать? Не сдаемся. У меня есть мысль. Но сначала надо позвонить кое-кому. Все хорошо? Ты хотел о чем-то поговорить? Давай постоим так немного. Давай пройдем. Сначала скажи, как дядя? Как он? Дядя стал совсем другим человеком. Он столько перенес в жизни. Смерть детей. Внука. Годы в тюрьме. Но... Как он любил Сельму, ты бы знала. Несмотря ни на что. Он даже убил ради нее. Это, по-твоему, любовь? Он называл их павшими в бою. Я, говорит, много сражался за любовь Сельмы. И они лишь солдаты, убитые на войне. Разве это не ужасно? Ужасно. Я тоже был поражен его словами. Но он... Так об этом рассказывал. Он так предан. С другой стороны, так раскаивается. Удивляешься. Думаешь, вот это любовь. Ведь нет любви без жертв. Я тебе кое-что скажу. Как в том фильме ужасов. Что? Эйшан. Как в фильме. Произносишь ее имя, и она оказывается здесь. Говори. Я пообещал дяде, что все сделаю. Но до сих пор не нашел Кинана. А? Эйшан найдет. Эйшан найдет. Еще вчера ты говорил, что у тебя остались к ней чувства. Чем быстрее я найду Кинана, тем быстрее все закончится. Знаю, это тяжело. Но другого выхода просто нет. Подумай. Подумай о дяде. Об азат. Хорошо, я подумаю. Дай мне время. Кажется... Кажется, жертвой этой любви стану я. Вы что, даже в туалет не ходите? Слушаю. А тебе хорошо заботиться? Даже слишком. Где ты? Не могу сказать. Кинан, сколько ты еще будешь бегать? Спроси то, что на самом деле хочешь спросить. Это ты убил Сельму? Нет. Я звоню только, чтобы услышать тебя. Долго говорить не могу. Есть какие-нибудь просьбы? Убери своих людей. Я буду осторожна. Пока. Как ты их выпроводила? А, ты говорила с Кинаном. Кстати, о Кинане. Поздравляю. Что ты делаешь? Я решил выделиться и первым подарить тебе подарок. Я же твой муж. Держи. Поздравляю. Откуда ты узнал? Никто ведь не знал. Пустяки. Нет, не пустяки. Как так, Айшан? Поэтому ты причитала Кинан, Кинан. Потому что он сделал тебе предложение, да? Я еще не согласилась. А ты можешь согласиться? Мы женаты. Как ты можешь согласиться? Что с тобой? Что будет со мной? С Джаном? С семьей? Опять ты делаешь то же самое, то, что ты делаешь постоянно, Айшан. Чтобы получить одно, пренебрегаешь другим. И все идет прахом. Все. Ты прав. Чтобы получить одно, я пренебрегу другим. Сейчас выйду на Босфорский мост и закричу. Ты бросишь меня ради Кинана, Господи! Не кричи. Я тебя не брошу. И уж не ради Кинана. Ты в порядке? Посмотри на это. Дом так изменился за все это время. У нее так много сумок. Потому что сбегала от Кинана. Из-за чего? Почему? Потому что любила папу. Это была большая любовь. Эзель мне рассказывал. Что он рассказывал? Мы толком ничего не знаем. Они совсем ничего не говорили. Азат, может, позже соберем. Я в порядке. Эти вещи никому не нужны. Мамы больше нет. Но ты нам нужна, Азат. Я в порядке. Доктор сказал, сказал и сказал. И что такого? Я просто собираю вещи. Что нам с ними делать? Мама умерла ведь, так? Я купила эти серьги, когда ты родилась. Но ни разу их не надевала. Решила, что надену их на свадьбу дочери. Тогда я вспомню, что эта невеста была когда-то моей маленькой девочкой. И вспомню день, когда ты родилась. Но одна сережка куда-то запропастилась. Пусть умерла. Мама. Мамочка. Прошу, вернись хоть ненадолго. Надень ее, пожалуйста. Мама. Мама. Прошу, вернись. Пусть она вернется. Я хочу увидеть ее еще хоть раз. Пожалуйста, всего один раз. Пусть она вернется. Пожалуйста. Пусть вернется. Я открыто поговорил с Баде. И опять ты останешься крайним. Я очень хочу найти этого человека. Но Эйшан для тебя яд. Ты ведь сам это знаешь. Кенан уже давно выпил этот яд Али. Он любит Эйшан. Воспользовавшись ею, я найду его. Али, иди назад. А ты, погоди минутку. Хорошо. Что хорошо? Хорошо. Делай с Эйшан, что хочешь. Найди Кенана. Найди того, кто убил мать Азат. Найди, хорошо? Хорошо. Хорошо. Найду. Найду. Послушай меня. Я поеду встречусь с Эйшан. Хочешь поехать со мной? Я не оставлю тебя. Идем. Все. Не плачь. Если что-нибудь захочешь, скажи. Хорошо? Вы не против, что я похозяйничала у вас на кухне? Чувствую себя как дома. Я тебе воды принесла. Мои соболезнования. Как себя чувствуешь? Мне так жаль. Спасибо. Мы можем поговорить наедине. Можно и здесь. Ты уверен? Я столько раз тебе звонила, но ты не отвечал. Я подумала, со шпионажем покончено. После твоих последних слов. Помнишь, ты сказал? Баде все знает. А отныне мы будем встречаться втроем? Нет. Будем честны друг перед другом. Спрашиваю один раз. Где Кенан? Я не знаю. Он поспешно уехал, а куда не сказал. Эйшан, я не знаю, что между вами происходит, но Кенан убил Сальмуханын. Если ты знаешь, где он... Если бы знала, я бы сказала. По-твоему, в такой ситуации я только о свадьбе думаю. Тогда что делать? Как вытащить его из норы? У меня есть одна мысль. Говори. Есть один способ вытащить мужчину из его норы, но... Эйшан, говори. Заставим его ревновать. Как? Ты и я. Его охрана следит за мной, но я избавилась от них, когда уехала к тебе. Но если они увидят нас с тобой, что сделает Кенан? Приедет. Он не сможет отдать меня тебе, я уверена. Оставь нас, Эйшан, наедине. Али. Да, родная. Где папа? В гостиной. Говори, что хочешь, я принесу. Все принесу. Я хочу узнать правду. Азат. Как ты, дочка? Все в порядке? Хочешь, чтобы мне было хорошо? Тогда рассказывай. Что ты скрывал столько лет? Что ты сделал такого, что Кенан убил маму? Ты поспи немного, а потом... Сейчас. И если не расскажешь сейчас, я уйду. И у тебя не будет шанса рассказать. Так как меня больше не увидишь. Что случилось в прошлом? Говори. Рассказывай здесь и сейчас. Али. Оставь нас наедине. Давай. Давай. Садись, дочка. Садись. Мы были на свадьбе. Танцевали. Вдруг ворвались двое. Они ворвались, и в сельму попала одна пуля. Всего одна. Но она умерла. Приехала скорая полиция. Эзель все улаживал. Зачем ты мне все это рассказываешь? Потом мы поехали в полицию. Там дядя впал в ступор. У него был шок. Всю ночь Эзель просидел рядом с ним. Он успокаивал его. Потом я приехала домой и ждала его здесь. Он проплакал до самого утра. Иногда засыпал, но тут же просыпался с криком дяди. Но с ним была ты, да? Ты это хочешь сказать? Нет, не это. Сейчас он держится, но... Я никогда не видела столь убитого горем человека. Прошу тебя, не пользуйся его состоянием. Я не для себя прошу. Обо мне забудь. И о себе забудь. Если действительно любишь Эзеля, просто помоги ему. Сделаешь позже, что хотела сделать. Не строй никаких планов. Не играй. Ни на что не рассчитывай. Я знаю, что чувствует Эзель. Ничего ты не знаешь. Забудь обо мне. Забудь обо мне на пару минут. Я говорю, что Эзель... Что Эзель не выдержит больших мучений. Не надо соперничать со мной и играть с ним. Пожалуйста. Пусть ждет моего звонка. Я сообщу место и время. Все произошло в день свадьбы твоей мамы Экинана. Она сказала, что любит его. И я вернулся к прежней жизни. Та книга, что я читал в тот последний день, оказалась пророчеством. Каким бы ни было мое прошлое, настоящая ситуация кажется самой сложной проблемой. Я не могу от нее избавиться. И не могу с ней полностью смириться. Нормального мужчины. Либо голова работает. Либо запястье. Либо... Это. Чем вы сегодня пользовались? Мы не поняли, откуда они взялись, босс. Неужели? Ты был слишком, как бы сказать, мы не могли тебе рассказать. На нас напали на рассвете, а мы... Вот здесь стоп. Что я был слишком... Три человека. Из-за каких-то карт напали на мое казино. Смотри. Разгромили. Избили моих людей. И почему? Потому что я был слишком что-то. Что я был слишком что-то? Что? Босс, мы... Что у вас работает? Запястье? Голова? Или... Ты что, плачешь? Не ной! Не ной! Не ной! Вставай, недоносок! Все встаньте! Уберитесь здесь, а потом проваливайте к чертовой матери! А мне где сесть? Вот, садись! То есть, между вами? Каким бы ни было мое прошлое, Настоящая ситуация кажется самой сложной проблемой. Я не могу от нее избавиться И не могу с ней полностью смириться. То есть, между вами? Ты читаешь книгу. Зачем? У тебя же сегодня свадьба. Почему ты здесь? Боишься? Не бойся. Ты будешь счастлива. Кинана тебе позаботится. Он достоин тебя. Он не такой, как я. Не будет тебя обижать. А вдруг? Придешь ко мне. Почему? Потому что... Спустя хоть сорок лет, я буду тебя любить. И не разлюбишь? Не иди за мной. Не иди за мной. Что-то не так, я знаю. Что-то не так. Сельма, я чувствую, ты не хочешь. Но зачем выходишь за него? Что-то ведь не так. Скажи, скажи, пока не поздно. Просто... Просто Кинан... Меня изнасиловал. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что с тобой? Скажи мне, скорее! Все, все, успокойся, успокойся, родная, успокойся, тише Все хорошо, все хорошо, все хорошо, успокойся Сзади, за деревьями Мне очень жаль Мне очень жаль Очень жаль, что тебе приходится это переживать Обещаю, я не причиню тебе боль Я сделаю все, что в моих силах Родной, сынок Смотрю, ты соскучился А маму поцеловать? Ну что, куда едем? Дядя Изель отвезет нас в одно место Пошли, это сюрприз Стойте Машина там Заставим Кинана ревновать, играя в карты? Скорее развлекайся Я не хочу развлекаться Я хочу найти Кинана Так вот, чем больше ты будешь со мной развлекаться, тем лучше Какое же это развлечение всегда выигрывать? Мы же не у тебя в казино А на улице я у тебя часто выигрывала Ты жульничаешь Убери руки Я не вижу Кажется, улица тебя ничему не научила Не считается Еще раз Стоп, 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 стоп Забери это Подожди, подожди, подожди Так, так и так Не считается Это не считается Что с тобой? Зачем так сильно? А что, больно? Дай поцелуй, пройдет Прости, забылась Мама, я заказал поесть Но ведь здесь ничего нет Сейчас принесут Сюрприз Смотрю, ты здорово проголодался И в кого он пошел? Явно в тебя Берешь раковину И выковыриваешь ею, как ложечкой Выжмем немного лимонного сока Так Что делаем теперь? Вот так, что? Даем съесть маме Ничего страшного Знаю, ты забылся Почему мы едем на такси? А? Ты же приехал на машине А-а-а Я и забыл Дядя Эзель Ты сегодня где-то витаешь Тогда поедем через бар А там разберешься Хорошо Хорошо Спасибо за чудесный день Знаю, это было ради дела Это тоже ради дела Я как раз дал тебя Наблюдение За домом Кинана Продолжается За фирмой тоже Каждые полчаса получаю отчет Никто не входил Никто не выходил Может развеешься? Спасибо, Тефик Привет Как дела? Хорошо Как все прошло? Свездесущий Хорошо Хорошо Все время за нами следили А для тебя Как все прошло? Нормально Делали что-нибудь Чтобы вызвать ревность? Мы просто провели время вместе Посмеялись И все? Обнимались Позировали Таков ведь и был план, правда? Может все бросить, а? Бросить, потому что так дело не пойдет Да нет, продолжай Я не хочу Ты обязана, Зель Разве ты не обещал дяде? Я найду, Кинона Найду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не надо Это плохая примета Кинона Надо поговорить Видел Сальму? Она такая красивая Иди, говорю, сюда Не знаю, как сказать Сегодня я кое-что видел Так Я женюсь на ангеле Представляешь? Ты видел ее? Она сущий ангел Видел? Кинон, послушай меня И как я могу быть ровнее этой девушки? Эта девушка сегодня встречалась с Рамизом Я слышал ваш Вчерашний разговор и проследил за ней Сальма и Рамиз Сальма, какой же ты подлый человек Неужели ты настолько завидуешь, что опускаешься до такой лжи? Тебе не стыдно? Я видел собственными глазами Это не ложь Значит, снова я немощный братишка А ты сильный брат Так? Твой на тебя Ты слышишь, что я тебе говорю? Я их сфотографировал Не веришь? Посмотри Своими глазами Ты с самого начала не хотел, чтобы я женился на Сальме И теперь в день свадьбы ставишь своему брату подножку Что ты за человек? Что с тобой? Слушай, очнись Я пытаюсь тебя защитить Она рассказала Рамизу Я видел, я слышал Она рассказала ему, что ты с ней тогда сделал Как ты ее изнасиловал Замолчи 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 Я сегодня женюсь на Сальме И никто из вас мне не помешает Ни ваша сила, ни ваша ложь меня не остановит Я сам добился Сальми Сальма моя До конца жизни она моя Слышишь? Кенан Отдай кольца и убирайся На свадьбу не приходи Нет Не хочу Нет у меня больше брата Вон Сальма моя Я не буду злить слезы по тебе. Ты, Муз? Нашел? Пока нет. Кто это мог сделать? Понятия не имею. А Джингис мог это сделать? Возможно. Проверь. Найди ты, Муз. Найди того, кто убил Сельму. Я не буду лить слезы по тебе. Музыка. Музыка. сердца вверх. И если ты шансplant в Киеве, Как дела? Что это? Челка. Как вспомнить прошлое? Тебе нравится? Не нравится? Чего ты добиваешься? Ничего. Я думала, мы вместе посмеемся. Что мы делаем? Встречаемся, смеемся, вспоминаем былые дни. Что мы делаем? Мы придумали план, как Кенан... И где же Кенан? Ты сказала, он будет ревновать и придет. Не кричи, я не бездействую. Сбегаю, приезжаю к тебе. За что ты на меня сейчас злишься? За то, что такого высокого мнения о себе. О чем ты? Значит, Кенан не боится тебя потерять. Он сделал тебе предложение, ты вроде как влюбилась в этого типа. И что? Где твой принц на белом коне? Я здесь, а он где? Где он? Ну, я тебя обнял. Где он? Где же он? Никого нет. Где же он? А что ты делаешь? Пытаюсь объяснить. Мы флиртуем второй день, а ему все равно. Значит, ты не так дорога Кенану, как думала. Неужели? Да. Доказать, насколько я ему дорога? Докажи. Доказать. 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 КОНЕЦ Итак, Кенан, все-таки позвонил. Что сказал? Он подозревает. Тебя. Да ладно. Он сказал не мешать свадьбе. Я сказал, будь по-твоему. Почему я под подозрением? Он прав. Я бы тоже на его месте себя подозревал. Одними подозрениями не ограничится. Он узнает, что это ты сделал. Ты хотел сказать, мы сделали. Если ты все сделал чисто, он не узнает. Скажи, что все проверил и нет причин для подозрений. Джингис чист, он послушался тебя. А если подозрения падут на меня? Скоро он полностью переключится на них. Не бойся. Ты же там не оставил улики, а? Да. Куда ты дел фотографию, что я тебе дал? Куда? В коллекцию. Хорошо, партнер. Поздравляю с успехом первого дела. Надеюсь, так и будет дальше. Надо придумать другой план. А, Ишан? Надо придумать другой план, не задавай вопросов. Где дядя? Позади тебя. Эзель. Кали. Давай, иди-ка, Азад. Давай. Я столько всего сделал. Все перепробовал. Нет его. Нет его. Нет, нет. Нет, нет, нет. Нет. Помоги. Я все сделаю для тебя, только помоги немного. Я борюсь, а ради чего не знаю. Зачем он творит все эти гадости? Почему? Почему ты? Почему Сальма? Почему в день свадьбы? Почему дядя? Потому что самое страшное зло, что я сделал Кенану, о котором я никому не рассказывал. Но сейчас расскажу, я сделал на его свадьбе. Ты в порядке? Успокоилась? Ты готова? Подожди еще. Я... Я так волнуюсь. Дай немного успокоиться. Посидим еще немного. Дядя, можно выйти? Убирайся. О, Всевышний. Проясни мой разум. Не позволяй мне совершить какую-либо глупость. Закрываемся. 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 Уважаемые гости Наши молодожены вот-вот выйдут к нам Похлопаем для придания смелости Дорогая, уже стыдно Не бойся, я рядом Если хочешь, после официальной части сразу сбежим Пойдем? Зачем ты пришел? Я знаю, что ты хочешь сделать Хорошо Поехали, посмотришь Я не позволю Он мой брат Меня не то, что ты Весь Стамбул не остановит Стой Я выстрелю Клянусь Но брата тебе не отдам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Итак, господа Мы собрались в этот знаменательный день Чтобы соединить два любящих сердца Сельму Хюнель и Кенана Биркана С вашего позволения, я начну Согласны ли вы... Подождите Я... Я провела здесь лучшие моменты своей жизни И... Я хочу исполнить для вас песню Да Я хочу... Я хочу спеть в этот счастливый день Свою последнюю песню Если вы, конечно, позволите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Однажды мы непременно встретимся Расстались мы Но не навсегда Продолжение следует... Однажды мы непременно встретимся Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому И что потом? Что ты сделал? Ты не ответишь Эйшан, племянник? Она только все усугубляет Что ты хочешь сказать? Так дальше продолжаться не может От этого никакой пользы Кенан не появляется Столько вариантов перепробовали Не выходит Эйшан! Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому